Дорогие друзья, я предлагаю вам всем, при этом журналистам ажиотажа. Мы готовы отвечать на вопросы, в том числе и поднятые не так давно в сети. Вопросов достаточно много, мероприятие неординарное в Харькове. Мне кажется, такого масштаба музыкальных мероприятий не было давно. Напомню, что фестиваль называется «Украина. Разум назлит». Проводит его Харьковский гражданский форум при поддержке украинской инициативы по большей неуверенности. И мне бы хотелось, чтобы начал сегодня нашу пресс-конференцию автор идеи. Исо-организатор, Исо-автор идеи Дмитрий Кутовой. Большой специалист в проведении такого рода мероприятий музыкальных, за которыми Харьков соскучился, мне кажется. Добрый день. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Спасибо тем, кто продолжает считать, что независимо от количества скандальных историй и всевозможных негативных событий в Харькове, тем не менее, происходят и позитивные вещи. Поэтому особенно большая благодарность сегодня тем журналистам и тем людям, интересующимся этим событием, которые предпочли все-таки сегодня быть здесь, а не на очередных каких-то, так сказать, непонятных разборках, которыми кишит сегодня наша украинская действительность. Успехов всем тем, кто не пришел. И мы надеемся, что они придут 26 и 27 на, собственно, сам фестиваль. Автором идеи фестиваля «Украина разом назлит» является Вячеслав Жилинков, представляющий здесь американский центр. И мы дадим ему слово обязательно. Я хочу лишь сказать о том, что Харьков действительно соскучился за большими культурными событиями. Харьков всегда был столицей украинской современной культуры. Я не люблю слово «первая столица», «вторая столица», но культурной столицей был Харьков всегда. Мы этого не помним. Мы сейчас только начинаем узнавать о том, как в 20-х и 30-х годах именно в Харькове был единственный в украинской истории ренессанс современной украинской культуры. И мы сегодня переживаем этап в жизни страны и в становлении украинской политической нации, в становлении нового государства. Мы все в этом уверены. Это этап, который дает возможности для развития украинской современной культуры. Мы сегодня очистили эфиры, площади, сознание многих людей от того, что было вместо культуры в течение многих, к сожалению, долгих лет. Мы сегодня даем возможность на одной сцене выступать не только звездам сложившимся, украинской музыке прежде всего, но и даем старт коллективам, которые начинают свою карьеру. Возможно, наверное, и к счастью для всех эта карьера будет успешной. Мы поставили перед собой задачу собрать на двух сценах фестивальных артистов и музыкантов, представляющих самые разные жанры музыкальные. Это было для нас очень важно. Для нас было важно 26 числа в Большом зале оперы вспомнить историю джазового движения в Харькове. Харьков действительно был одним из первых, после Донецка, кстати, городом, в котором джаз стал развиваться системно, так скажем. Мы потеряли сегодня Донецкую джазовую школу на время, я надеюсь. А Донецк был одним из пяти городов, в которых вообще учили музыкантов джазу. Их очень немного, а теперь совсем немного этих самых студентов джазовых. Харьков оставляет за собой сегодня, остается сегодня одним из оставшихся, так сказать, лидеров украинского джазового движения. Поэтому мы будем вспоминать немножко историю фестивалей за джаз и надеяться на то, что события, происходящие сегодня в стране, дадут возможность в том числе и молодым украинским джазовым музыкантам снова найти себя на родине, а не только на кораблях в далеких океанах. Так это, к сожалению, бывает. Второй день будет днём роковым. Александр Гордеев, музыкальный продюсер, расскажет об этом. И там наверняка будут вопросы по программе, исходя из того, что уже происходит вокруг. И мы все ответим с удовольствием на все эти вопросы. Хочу лишь сказать, что у нас, обращаю внимание на то, что у нас будут музыканты, представляющие большую половину регионов Украины. И даже если кто-то из них сегодня называет себя группой Киевской, на самом деле это вовсе не значит, что все там киевляне. Там есть люди из Черновцов. У нас будут музыканты из Харькова, Донецка, Луганской, Черновцов, Киева, Полтавы, Львова, Кременчуга и с кучей других мест. И основная идея – это культурная интеграция. Культурная интеграция внутри страны. Мы нуждаемся сегодня в культурных обменах, потому что именно отсутствие культурных обменов, по нашему глубокому убеждению, послужило одной из причин всего того, что происходит сегодня в стране в политике, в социальной сфере и, в общем, в головах, к сожалению, большинства наших сограждан. Культура как бы не так много внимания к себе привлекала все эти годы. На самом деле именно она является одним из самых мощных оснований любого государства и любого народа, которым мы сегодня становимся. Я хотел бы передать слово Вячеславу сначала. Наверное, нужно сделать важный актем здесь, что никаких политических призывов, никакой политической рекламы в течение этих двух дней быть не может, не должно. И не нужно видеть в этом никакого вообще, никаких предпосылок к предстоящим событиям, которые будут у нас в Активе. Жодные политичные рекламы. Вячеслав Галенков, автор идеи и организатор. Ну, автор идеи, это, наверное, слишком громко сказано. На самом деле сама идея появилась в прошлом году, когда мы поехали сразу после освобождения, там через несколько недель, в Славянск. И когда мы встретились с активистами славянскими, то часто возникал вопрос, что же нужно сделать для того, чтобы изменить в нашей стране, чтобы в Донбассе что-то изменить, для того, чтобы этот регион стал более украинским. Хотя Донбасс всегда был украинским, это никогда не ставилось под вопрос. Потому что еще в свои, так сказать, детские, юношеские годы я ездил в Донбасс. Мы там играли, мы там, я когда-то был музыкантом, мы там играли. И меня всегда поражал какой-то там очень высокий уровень именно музыкальный, профессиональный. Ну, и мы там играли очень много украинской музыки. Мы писали украинскую музыку. И вот то, что мне начали задавать вопросы, как же нам все это изменить, возникла как-то действительно тогда идея, только эта идея была немножко другой. Мы хотели по Донбассу провести наших украинских музыкантов, для того, чтобы люди действительно вспомнили, что мы действительно Украина. И парадоксально то, что в прошлом году Пикардийская Терция еще в феврале или в марте месяце 2014 года давала концерт в Луганске, и у них был аншлаг. Мне об этом говорили ребята, а сами из Пикардийской Терции. И фактически везде, где бы они ни были, в Донбассе тем более, у них всегда был аншлаг, постоянно были полные залы. И мы на эту тему с ними тоже говорили. Они говорили, что да, мы хотим проехать, мы хотим поехать. Причем они говорили, что надо ехать не в крупные города, потому что в крупных городах и так нас все знают, а нужно ехать в такие небольшие города. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. И действительно провести музыкантов по Донбассу пока нам не удалось. И возникла идея провести такой фестиваль у нас в Харькове. Почему в Харькове? Потому что все знают, что в Харькове самое большое количество беженцев, мы ближе всего к Донбассу. Ну и вообще Харьков, скажем так, вот Дмитрий уже сказал, мы являемся такой своеобразной восточной столицей культурной Украины. Культурной столицы восточной Украины. Вот так. И поэтому это абсолютно логично, что мы действительно решили в Харькове это проводить. Более того, в Харькове у нас здесь за джаз, и в Харькове у нас достаточно много музыкантов, которые действительно работают во многих других музыкальных коллективах Украины. Главная идея это действительно противопоставить именно наш украинский продукт тому, что, как говорил уже Дмитрий, тому, что у нас здесь раньше была оккупирована вся наша территория этими всякими, ну, то есть шансоном и так далее. Потому что украинский продукт является, на мой взгляд, ну, одним из самых качественных продуктов, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве, именно музыкальным. Вот таким образом у нас и выросла вот эта идея, ну, Украина, Мазлит, это авторство как раз Дмитрия, а не моего. Возникла идея проведения именно в Харькове этого фестиваля. Я думаю, что это только начало. Спасибо большое. И Тихо Важливкова, организатор фестиваля «Украина. Разум Мазлит». Я хочу дать слово представителю региональному программному менеджеру проекта USA, украинской инициативы по повышению уверенности. Это Дмитрий Коваль. Это тот самый фонд, который отреагировал на предложение и, в общем-то, поддерживает теперь эту замечательную идею. Ну, хочу сказать, что я не региональный программный менеджер. Я являюсь, немножко у меня другая должность, другая роль. Я являюсь по развитию программ. Наша Алиса является менеджером региональным. Но, как бы, разрешите мне со стороны проекта немножко сказать пару слов. Ну, это немножко по-другому. Да, ну, ничего страшного. Да, вы знаете, со стороны нашего проекта, как бы, со стороны этой программы, в которой мы работаем, мы всегда ищем те основные идеи, инициативы, которые бы помогли как-то интегрировать и объединить людей вокруг какой-то идеи, вокруг какой-то инициативы. На сегодняшний день проблема внутренних переселенных лиц, она, как бы, является очень значимой. И для тех регионов, где эти люди приезжают, и для самих людей. Мы пытаемся, как бы, изучать и понимать эту проблему, как мы ее понимаем, да. И искать те организации, которые напрямую работают с этой проблематикой, а также, которые делают вклад в снижение напряженности между людьми, которые являются внутренними переселенцами, и теми людьми, которые принимают их в свою, как бы, семью, в свою громаду. На сегодняшний день мы поддержим очень различного рода многоидеи, инициативы, которые связаны с обучением, с технической поддержкой тех организаций, которые предоставляют помощь и услуги. Мы также и обращаем внимание на различного рода культурные проекты, культурные инициативы и мероприятия. В данном случае это, как бы, такой музыкальный фестиваль. Пусть он будет небольшой, пусть это будет несколько дней. Но для нас это очень важно понять, как через музыку, как через культуру, да, эти люди могут интегрироваться между собой. Даже если обратиться к истокам и вообще, будем говорить, к культуре развития нашей страны и прошлого, допустим, СССР, вы знаете, что будучи такой закрытой страной, СССР, что очень много понимания, очень много, будем говорить, такого стиля, или то, что для себя культурного наплыва, люди брали из музыки, да, 60-е годы, 70-е, как-то пытались изучать, как-то на себя преломлять. Поэтому музыка, она все равно играла очень большую роль в жизни, в становлении, в развитии человека. Сегодня мы тоже видим, что очень много появляется новых трендов. Молодежь берет себя, допустим, что-то из африканской музыки, да, что-то с латиноамериканской. Поэтому это дает понять человеку его место, его интересы, как бы развитие, интеграцию, мнение между равным и равным, между людьми, которые находятся на разных ступеньках развития. И тем самым мы как бы снижаем конфликты в обществе, даем новые горизонты, новые понятия людям. На сегодняшний день, как правило, сказали мои коллеги, это такой новый инструмент для понимания всего, для интеграции людей, для, знаете, почувствовать себя единым таким человеческим общежитием, да, на этой территории, в Харькове. Прилечь новые тенденции, тренды и подумать, как люди могут на этой волне, на этой платформе взаимосотрудничать и взаимосуществовать. Это не первый, как бы, такой проект культурного направления, который поддержит украинская инициатива по повышению гражданского доверия. Например, летом этого года была поддержана такая инициатива, такая проект, который называется «Из страны Украины», да, «Из краины Украины». Да, такая интересная идея, которая обняла в себе 18 таких выступлений в 18 небольших городах в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской области, когда на главных площадях таких небольших маленьких городов ставились палаточки такие, где люди могли посмотреть украинское народное творчество, принять участие в мастер-классах, попробовать примеры украинской кухни. Там были фото-выставки довольно-таки интересные, чтобы люди посмотрели замки, дворцы, которые находятся на территории Западной Украины, природные ресурсы Украины, Яремча и Горпаты, посмотрели, как выглядят шахтерские поселки, потому что были фотографии из Донбасса там. То есть дать понять людям, что Украина, она многообразная, она многогранная, что там очень много различных культур и течений спритянуло на Украине. Хочу сказать о таком книжном фестивале, как Толока, который проходил в городе Запорожье, будет проводиться там, о том, что более 30 изданий современных украинских представят свои книги, а помимо того, что будут представлены книги, будут открыты дискуссии между современными украинскими писателями и людьми, которые будут приходить туда, представителями ВПЛ, представителями местных сообществ, о том, чтобы обсудить, как писатели видят проблему, которая есть сегодня у Украины, как люди ее видят, какие сегодня тренды вообще попадают в литературу, о чем сегодня пишут современные писатели, обсудить все это. Помимо этого, для людей, которые, ну, для слепых людей, там организованы специальные такие помещения, где они могут прийти и по, ну, там, азбука Бреля, да, из данной литературы, о том, чтобы они тоже приобщались к этой культуре украинского книгоиздата, да. Также, например, в Бердянске проводился тоже арт-фестиваль, когда, например, современные украинские группы и современные исполнители, также с фото-выставкой приезжали и продвигали украинскую культуру, но вместе с тем мы продвигали восточный город Бердянск, да, на востоке Украины, как место, которое тоже привлекательно для туристов, у которых есть своя культура, свой быт, свои, ну, традиции. Тем самым мы, как бы, делаем вклад в различные направления и векторы сотрудничества между громадой, между комьюнити, между людьми, ну, и различными течениями и направлениями. Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за поддержку. Я хочу сказать, что одной из фишек концертной программы фестиваля будет введение между номерами концертной самой программы гражданских активистов, волонтеров и переселенцев. То есть это будут люди, которые непосредственно связаны со всеми событиями, которые сейчас происходят в Харькове, будут рассказывать свои истории, представлять этих музыкантов, которые будут участвовать в концерте. Я хочу передать слово Александру Гордееву. Здесь я правильно вас представлю, музыкальный продюсер, много лет проживший в России, поддерживающий очень много известных групп. На этот раз музыкальный продюсер фестиваля «Украина разом нас лит», уроженец в Чечне Смановка, в Донецкой области, Александр Камсонов, Артемовского района. Мне проще разговаривать, потому что я как раз и есть переселенец, наверное, дважды, потому что я уехал сначала в Россию, потом вернулся в Украину. А родом я не только родом, я до сих пор прописан в Донецкой области, Артемовский район, и неделю назад, как там был, и у меня там семья, и многое связано по поводу того, что это Украина. У меня нет никаких сомнений, потому что, так получилось, я живу в нескольких селах Артемовского района из-за отцовской работы, и я не говорю, что там пронизано украинской культурой. Это, ну так, Украина и все, на эту тему говорить нечего. Я хотел сказать о посыле, потому что чувство переселенцев, одно дело уехать из Донбасса в Украину, другое дело там из Москвы, это разные формы переселения. Я скажу о посыле, почему я стал музыкальным продюсером фестиваля, почему мне нравится этим заниматься. Потому что еще в марте месяце, я, будучи в Москве, с фамилией Гордеева, я получаю звонок о том, что нам нужны группы там для проведения фестиваля. Я говорю, ой, как хорошо, давайте, а какие группы, а куда? В город Толчевск, фестиваль «Молодая гвардия», я говорю, так, 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 стоп, назад. Ну, потому что они звонят музыкальному продюсеру в Москву с моей фамилией, они почему-то решили, где аппарат, я говорю, так, а как фестиваль называется? «Молодая гвардия», я говорю, так, надо в Краснодоне, они даже не понимают, что происходит и где. А как музыканты будут приезжать? Ну, как через Ростовскую область, вот, вот эти поддерживают, не поддерживают. Мне даже выслали списки групп, которые собираются ехать, которым они даже не делают предложения. Вот, и, а конкретный посыл был, почему мы так быстро взяли за этот фестиваль. То, что я посмотрел видео музыкальных коллег, многих российских музыкантов, которых мы знаем, которые давали интервью из города Донецка, там, Агата Кристи, там, и Маша Макарова, непонятно, там, как люди транспонировались в это. Потому что есть Барзыкин со своим мнением, а есть люди, которые, ну, я не беру Ахлобысина, там, а вот именно музыканты. Для меня непонятно поведенческая линия их и вообще. И то, что они в Донецке делают фестиваль, это большой стимул, почему мы не делаем здесь. Есть вопросы, почему, когда идет война, не до фестивалей. Для меня это, ну, я не говорю, это наш окоп. Для тех, кто занимается музыкой, они здесь должны себя показать, потому что многие, ну, там, у меня группа казахстов, они там стояли на Майдане и так далее, знакомые. Поэтому то, что в такие сжатые сроки фестиваль готовился, появилась масса вопросов там и какие коллективы и так далее. Я недавно приехал, я всего с весны в Украину вернулся. Несмотря на то, что я харьковчанин и всех знаю, многих знаю из музыкантов того времени, появилось много молодых коллективов. Хотелось бы понимания и поддержки со стороны музыкальной прослойки Харькова. Потому что этот фестиваль, я уверен, первый. Он будет иметь продолжение и он будет формироваться так, чтобы были коллективы, которые делали основу харьковского рока и которые пришли им на смену. Не всех мы знаем, хотелось бы это отслушивать и там я бы как-то более внимательно к этому относился. Но, повторяюсь, в эти сроки мы пытались сделать максимально разнопланово, показать разную стилистику. Потому что харьков всегда отличался разными группами и блюзом, и тяжелой музыкой, и политической, и авангардом и так далее. Группы «Играда» до сих пор этого и нет. Поэтому, если есть какие-то вопросы по музыкальному контенту, я могу на них ответить и объяснить, почему так сформировался. Это лайнап, так сказать, фестиваля. Там есть масса нюансов по этому поводу. Но фестиваль первый. И у меня желание было, чтобы была поддержка большая. Потому что для меня это город родной. Я сюда вернулся и чувствую, что здесь все будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое. И я еще хочу сделать такое уточнение, что истории организаторов и музыкантов, которые будут принимать участие в фестивале, будут освещены в спецвыпуске газеты «Форум», которая выйдет на днях. Там и в Александре, и в Числаве. В общем, там много интересного. Ожидайте. Если есть вопросы, я, кстати, хочу уточнить, что в зале находится Павел Михаленко, известный музыкант. Если есть к нему вопросы, пожалуйста. Мы попросим Павла отдельно, если можно. Потом там, если будут вопросы, Паша, то она просто ответит на них. Хорошо, вопросы будут, да. Я еще хотел, если можно, два слова. Два слова. Два слова еще. Два слова еще. Хотел бы обратить внимание. Вот о чем. На чем. Хотел бы обратить внимание на том, что кроме, собственно говоря, двух концертных дней на двух площадках, еще у нас будет несколько всяких событий в предстоящую неделю. В частности, сегодня мы здесь в 18.00 ждем всех, кто хотел бы поговорить на тему, которая украинской мовой и так будет звучать, и она заявлена на такая тема, вид персональной творчести до загальной культуры. Мы хотим поговорить вообще о том, какие шансы сегодня у украинской культуры, какова роль украинской культуры. Может ли стать украинская культура сегодня занять место отсутствующих украинских дорог, например. Что может сделать государство, и должно ли оно вообще что-то делать, или ему лучше просто отойти в сторону и не мешать хотя бы. Посмотрим мы фильм, который называется «Чуть-чуть провокативно», так же, как и все, что мы делаем. Да, «Ха-три точки Е-джаз». Вот, то есть «Харьковский джаз». Харьковский, да, джаз. Фильм в редакции, которую мы еще не показывали, вообще фильм показывали два раза. Сегодня мы его покажем третий раз. Фильм сделан студией «Доккинотрансформация», будет режиссер фильма сегодня на показе. Фильм не длинный. Мы смотрим кино, а потом обсуждаем не только его, но и говорим вообще, в принципе, о культуре. Мы позвали тех, кого позвали, позвали открыто, позвали персонально. Кто-то сможет прийти, кто-то, наверное, не сможет прийти. И в любом случае, нас не столько сегодня интересует мнение каких-то, так сказать, дьячьев культуры, сколько интересует мнение как раз тех самых обычных, простых, как мы все, граждан. Каждый из которых что-то делает в этой сфере, кто-то пишет, кто-то читает, кто-то кино снимает, кто-то музыкой занимается, кто-то галереями, кто-то художник, кто-то просто журналист, например. И вот начать выкристаллизовывать все-таки какую-то позицию в отношении того, какой же будет эта украинская культура и какой мы себе ее видим. Кроме этого, 26 числа, 26 в субботу, в день первого концерта, состоится мастер-класс пикардийской терции. Все это будет в 15.00 в галерее КАМ-ИН, которая просто дает площадку для проведения этого мастер-класса. Галерея КАМ-ИН расположена на Данилевского, 26. Будет отдельная информация об этом еще дополнительная на странице Facebook события и на сайте civilforum.com.ua. 27 числа будет мастер-класс группы Козак Систем в клубе, арт-клубе Пентагон. Об этом тоже будет информация. Мы время уточним еще, но ориентируемся мы примерно на то же время, на 15.00. Мастер-классы не рассчитаны на узкоспециализированный круг музыкантов или интересующихся музыкой. То есть мастер-класс, его формат будет зависеть от того, какую мы аудиторию увидим. Все музыканты опытные, они знают и умеют, у них есть свои разные форматы, возможности и приемы для проведения мастер-классов. Поэтому мы зовем всех, кому просто это интересно. 26 и 27 числа здесь также состоятся пресс-конференции, начиная с 12.30 и до 14.00. 26 числа здесь будут музыканты, которые будут играть 26 числа, 27 числа те музыканты, которые будут играть 27 числа. Параллельно будут происходить саундчеки. У нас очень жесткий тайминг, потому что музыканты не харьковские приезжают в разное время в субботу и воскресенье, уезжают тоже в разное время в субботу и воскресенье. И поэтому нам нужно совместить, с одной стороны, возможность повидаться и позадавать им вопросы, и с другой стороны, возможность обеспечить им качественную подготовку к концерту. Мы должны сказать спасибо, независимо ни от чего вообще, всем местным властям разного калибра и пошиба, и всем вообще спасибо и районным, и городским, и областным, потому что на самом деле это важно. Нам помогают, нам никто не противодействует. И все просят только об одном, все просят только о том, чтобы не было никакой политической рекламы. И мы с пониманием поддерживаем эту позицию и обращаемся ко всем публично, с просьбой приходить с украинской символикой. При желании скачать на сайте civilforum.com.ua сегодня в течение полутора часов, это будет возможность делать, скачать вот этот самый логотип и, например, напечатать себе такую футболку или значок, если всем не хватит. Также я прошу всех, кто небезразличен и имеет возможности, возьмите флайеры, возьмите афиши, подумайте о том, кто из ваших друзей обязательно хочет посетить концерт 26-го числа. На афишах есть телефон. Вход везде свободный, но... Вход бесплатный, свободный. На площадь мы просто зовем всех и просим только об одном – оставить за собой площадь в том виде, в котором вы и мы на нее придем, потому что это наша площадь, нашей же с вами свободы. А 26-го числа прийти нужно с пригласительным. Пригласительный для того, чтобы получить, нужно позвонить по телефону, который указан везде, на сайтах, на вот этих самых флайерах, на афишах, везде. Обратиться к Екатерине, Екатерина записывает, кто вы, вы берете на себя ответственность за всех, кого вы приручили, пригласили на фестиваль, берете в руки пригласительные и идете на концерты. Получаете удовольствие от музыки, если вы еще поддержите все это символикой, мы будем очень благодарны. Да, еще есть один интересный момент. Во время концерта в Уберном театре, перед началом в антракте, будет работать такая ярмарка гражданских инициатив. Известные гражданские движения Харьковские будут представлять свои проекты в фойе Оперного театра, где можно познакомиться, почитать, пообщаться. Я уверена, что все этих людей уже знают, но контакт личный всегда интересен и полезен. Пожалуйста, дорогие гости, задавайте вопросы. Пожалуйста. Я, наверное, буду первым, я как человек, который поднял кипиш на фейсбуке по поводу названия «Разные люди напишет». Меня зовут Алена Соколинская, я корреспондент Дэзи Тедии в Харькове и гражданский корреспондент, который пишет на тему, которая интересует, ну, наверное, гражданское общество, и меня лично. И я хочу сказать, что, конечно, идея фестиваль – это вообще прекрасная идея, то, что во время войны музыка нужна, это не поможет. И то, что, вообще, ну, то, что, наверное, оно жизненно важно нам всем. И то, что Харьков – это столица, очень разносятся люди годовые, но то, что за «Джестфест», это, наверное, было одной из, в Украине, таких, мощнейших событий всегда, не просто останется эти все наши, все эти поляра за «Джестфест», по всему Харькову, когда Харьков стал просто действительно музыкальной, если не столица, это, по крайней мере, центр там такие. Вот. И вопрос на только один, собственно, единственный. То есть, вот, все так классно. Действительно, ну, я бы, я всеми руками только за, я бы с того, чтобы не Харькова, вот последние три дня я ехала рукой здесь, мне звонят и говорят, а ты знаешь, что там есть, значит, помимо Шадана и так далее, там есть разные люди. Там же написано такое. Вот у меня вопрос такой. Когда вы ставили в афише название «Разные люди», вы сознательно шли на такую, скажем так, провокацию? Или вы не думали, что будет такая реакция? Можно я? Да. Сначала как музыкальный продюсер в фестивале, скажу. Поэтому для меня это еще и вопрос личный. И для многих харьковчан, как оказалось, что есть. На самом деле, мне не нравится там слово провокации и так далее, потому что они к музыке совершенно не... Музыкальная провокация меня радует. Потому что музыкальная провокация на данный момент Александр Чернецкий находится в Соединенных Штатах с туром по шести городам. Это музыкальная провокация или нет? Ну, да. И Америка, все пиндосы принимают, да, а харьковчане так раз... Аккуратно у нас... Сейчас это... У нас все равно личный разговор. Я сейчас... Это не моя речь, а... Да, это слово летает и так далее. Я с уважением отношусь ко всем людям мира. Так вот, так вот, я у всей общественности Харькова, в первую очередь, если музыкальный такой, и у музыкантов группы, и у Чернецкого... Я прошу прощения за то, что это название было использовано... Я сказал, мы в очень краткие сроки делали фестиваль. Были очень серьезные дедлайны для того, чтобы сегодня мы пришли, не то, что там майки одели, а для того, чтобы мы вообще собрались. Понимаете? И в такой суете я себе позволил... Ну, понимаете, для меня разные люди, я думаю, не 25 лет, но добрых 20. И все это, все, что происходит... Я только один пример приведу, почему я был спокоен, да, вот, и ваше возмущение, вот это... Почему меня... Меня лично... Когда 25... было 25-летие разным людям, лично я и Паша Михайленко вышли на сцену в 16 тонн в Москве, в вышеланках. Ни один человек из зала ничего не крикнул. Это было в каком году? Это было год назад. Год назад, да? Да, это уже были события. Мы еще... Это было осенью 14-го года. Да. Осенью 14-го года. А это была весна. Это была весна. А это была весна, да. Есть фотографии, вот Чернецкий рядом в майке СССР, это его выбор. Паша и я были в вышиванках. Я вышел, сказал слово Украине, ни один человек начал концерт с этого. Ни один человек, это не для понта, я вам скажу. Просто мне хотелось увидеть реакцию зала. То есть пришли люди, которые пришли слушать музыку. У них разные мнения. Я так понимал, что там были с разными мнениями. И у меня на сцене разные мнения. В самой группе. И мы об этом говорим. И очень хорошее мнение. Вообще, за что Майдан был? Чтобы у нас были разные мнения или одно? Я договорю. Сори, даже даме. Я самый главный посыл скажу. Я хочу, я приехал для того, чтобы... Я занимался здесь музыкой. Я хочу ей заниматься. Понимаете? И максимально собрать людей, которые будут это поддерживать. Понимаете? Вот. Я приношу извинения, во-первых, за некорректность и спешку в подготовке там и во всем этом. Мы сидели, решали, как выступать. У нас есть в группе выступать, не выступать. У Клима мнение вообще. Похоронили, все. Умерла, так умерла. Но в группе... В группе... А что делать Паша со своими песнями, которые были с самого начала разных людей? Спасибо. И я о себе скажу. Я служил в Советской Армии два года. Я что, засовок, что ли? Ну, представляете, да? Вот как? Сейчас. Можно я... Скажите мне, в чем? Алена, можно я добавлю чуть-чуть? Потому что я от Паши как раз наслышался. Паша, можно тебя позвать? Просто я сейчас скажу не как организатор фестиваля. Павел, сюда, сюда. Нет, вот сюда, Саша. Я скажу сейчас как человек, который считает, вот это мой друг и вот это мой друг. И я хочу сказать просто как человек, который еще, будучи совсем маленьким, ну таким юным парнем, держал в руках пластинку разных групп и разные люди, которую, к сожалению, Рома Даниленков не смог сегодня приехать. Я ее при переездах потерял, а Рома Даниленков обещал привезти ее сегодня специально, чтобы показать ее всем. Я в курсе, да. Но Рома просто обещал. Рома просто обещал. Вот. Пластинка, которая была издана, мелодия, единственная в Советском Союзе, как известно, грамм записывающей фирмы. Да? Единственная была тогда, по-моему. Да. Единственная, мелодия единственная. У нее заводов было два. У меня просто раз. Заводов. А фирма была одна. Заводов было больше, в Риге, в Ташкенте. Так вот, Харьков и разные люди, это вещи, которые, слова Харьков и слова разные люди, это вещи, которые связаны друг с другом, наверное, навсегда. Ну, наверное, независимо от того, какая каша в голове у Саши Чернецкого и сколько эта каша еще будет вариться в голове у Саши Чернецкого. Потому что разные люди, как были Харьковской группой и именем Харьковским, так навсегда и останутся. И да, я, Саша сказал, не нравится ему слово провокация, а я Паше сказал, когда был, обсуждали мы это в такой, в острой форме. И он сказал, что да, хотите называть это провокацией, назовите это провокацией. Потому что да, потому что, потому что на этот вопрос, что такое разные люди, нужно все равно найти ответ. Я думаю, что мы на фестивале, на этом, выступлением Паши Михайленко, человека, который придумал это название. Ты расскажешь. Нарисовал. Нарисовал. Да, придумал, нарисовал. Мы сейчас, да, сейчас, секунду. Так вот, мы ответим на этот вопрос. И я хочу, перед тем, как Паша начнет говорить, я хочу сказать, что только что в материале, который будет в газете-форум, там есть одна главная фраза, с которой я считаю, что сложно не согласиться. И надо дать право эту фразу произнести громко на весь Харьков, а не только в Фейсбуке или в каких-то частных беседах на кухнях. Так что, у харьковского музыканта Павла Михайленко есть право называться и называть себя разные люди. А чтобы быть окончательно корректным, наша группа, которая заявлена в выступлении на фестивале, называется «Ризни Люды». А группа «Мертвые груши» немае такой группы, потому что вот сидит продюсер группы «Мертвые груши» Игорь Варданян. И он прекрасно знает, как принципиально для группы «Мертвые груши» буква «Йо» с двумя точками. И это тоже история фестиваля, потому что вот так мы живем в такой стране, в которой мы взяли и перевели название «Мертвые груши» на «Мертвые груши». И это тоже часть нашей жизни. Спасибо. И сможет ли, короче, ответ такой, что Саша, как я считаю, что это случилось без всякой задней мысли, а вы таки считаете, что задняя мысль была некоторая, да? Это не задняя, это передняя мысль. Я с Сашей совершенно согласен. Задней мысли не было. Мне сказали, где там зашли ответы, что ты не понимаешь, что специально сделали скандал, чтобы привлечь внимание к этому форуму. Ну, у вас сегодня есть замечательная возможность задать вопросы и не услышать от кого-то ответы на него, а непосредственно. Да, я не могу услышать. Можно вас услышать, пожалуйста? Что сделать? Услышать вас. Ну, прежде всего, ну, как бы, что вот у нас, почему, как Дима говорит, была беседа острая, она была острая не по существу названию, а потому, что провокация была без много участия. То есть, сначала я был приглашен как музыкант, и как я надеялся, что как музыкант. И знаете, как неприятно всегда подозревать, я очень ранимый человек, что меня пригласили не как человека, а как название, для того, чтобы использовать его вот в провокации. И не выслушав моего мнения, вот напечатали, а перед этим мы с вами длительное время вот за этим столиком общались и обсуждали и историю, и характер. И наши посылы, вот, поэтому, вот, в данном случае, конечно, это было мне неприятно. В дальнейшем уже, да, сейчас оно начинает обрастать какими-то неприятными подробностями, и я сначала, конечно, ну, как бы, просто хотелось не выступать, и все, ну, уйти от этих, так сказать, разборок, так называемых. Ну, а потом, все-таки, знаете, как, что происходит? Есть две стороны. Есть вот, всегда существует сторона, так скажем, народ государства, там, музыкант и слушатель. И во всех этих позициях всегда присутствует прокладка. Прокладка – это политика. То есть, везде. Вот, куда ты ни кинь, как ее ни назови, можно ее сказать, что ее нет. Вы знаете, как, вот, вы видите, а мальчик есть. То есть, всегда она присутствует. Вот этот момент, конечно, вот его надо бы тонко решать. Все остальное, все остальное – это мои взаимоотношения с людьми. И когда я там уже заявлен, да, я обязан идти и выступать. Нравятся мне названия разные люди. Кто его придумал, когда и зачем, кто и как им пользовался – это важный момент. Потому что можно так попользоваться названием, что… Как ренточка Георгейская, она хорошая, хорошая. А сейчас выйдет Георгейская. То есть, ну, теперь же получается… Алена, но самое главное, что главное, кто первый, кто первый испортил эту, или как-то им воспользовался. Если Чернецкий изначально, как бы, никто не поднимал шум по поводу названия, ну, ему было тяжело, правда, да, он уехал и его взял. Вот, видишь, да? Вот, вот. Саш, это есть. Еще раз пришли новости о том, что там есть… Да, да, да. Ваша механизация тоже была… Секундочку, секундочку. Нет, это правильно. Мы же все знаем, о ком идет речь, и о каком состоянии, и у кого поднимется рука. Поверь, Саша, давайте в базар не превращать. То есть, мы как бы… Да, 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 да. Есть вопросы о времени. Давайте. Поэтому тут, как бы, ситуация понятная, что я, и, ну, с одной стороны, моя позиция, да, что я не говорю, что мне нравится то, что сейчас происходит в стране. Именно в том виде, в каком это происходит. Мне это не нравится. Но мне больше не нравится, что я жил когда-то в Хабаровске, я там был украинцем, приехал на Украину и живу тут, или в Украину, да, вот, как бы, я оттуда ехал на Украину. Ну, так, чтобы было понятно, с Хабаровска ехал на Украину. И потом вдруг дядя, какой-то карлик объявил, что теперь Украины… Вообще ее не было, и она это искусственная, и, собственно, и меня нет, но я пощупал, есть. Поэтому, вот это вот мне не нравится. Но, тем не менее, ну, если уж мы когда-то придем к тому, что, ну, к чему мы идем, мы идем же к хорошему. Мы же идем. Конечно. Вопрос последний у меня будет. Нет, но… Посмотрите, вопросы журналистам тоже. Да. Время заканчивается. Можно сказать, что этот конфликт разрешен? А его не было конфликта. У нас не было конфликта. Отлично. Все, по-моему, судьи… Дайте журналистам слово. А кто же теперь, кто будет выступать с вами вас? Дайте журналистам слово, пожалуйста. Таисер Пури. Так, под именем разные люди. Я понял. Под именем… Ну, во-первых, мы не выступаем под именем разные люди. Мы выступаем под именем Павел Михаленко. Я выйду, и Саша мне подыграет. Потому что под названием «разные люди» Клим отказался выступать категорически. А почему? Я же объясню. Если изначально георгиевская ленточка уже была неправильно истрахтована, то, когда Чернецкий уже под этим именем начал вести пропаганду против Украины, сегодня мы будем под именем «разные люди» тот проект, который мы сейчас собираемся возрождать с оставшимися музыкантами, у него время, вместо того, чтобы заниматься творчеством, уйдет на время объяснения, почему и зачем мы разные люди. Ну, в каком-то, сейчас мы общаемся… Ну, объяснили, вроде, в целом. Вот так. Все, я не нашел? Я не нашел, конечно. Желанные журналисты шутят. По телефону. Вопрос. Еще такой вопрос. Может быть, действительно, если вы скажете «разные люди» будут на мой взгляд? Я же объяснил, что это все будет гармошка под подушкой, гармошка за углом. Это будет зависеть от меня. Я скажу так, цинично. Это будет зависеть от меня. Я как захочу, так и скажу. Нет. Вот это будет зависеть. Секундочку. Секундочку. Если бы это было так, было бы все гораздо проще. Но, к сожалению, это все не так просто. То есть, то, что Дима скажет, оно все равно у людей. Люди, к счастью, знают гораздо больше, чем мы их народ наделяем вот этой глупостью. Все в порядке. Все все понимают. Достаточно много, может, не до конца. Но вот на этом уровне, на каком мы имеем право называться, они все понимают. То есть, мы их никого не обманем. Там все понятно. И все это пройдет. Через пару лет эта вся пена сойдет. И нам будет очень неудобно многим людям смотреть друг в другую глаза. Очень многим. Да. Но это все проходит. Надо, главное, эти времена пережить и перейти. Какой был вопрос? Вопрос был простой, господа, у коллеги. Вот смотрите, Вячеслав упомянул, что была такая идея проехать по маленьким городкам. Вопрос такой, вот хорошие, мощные, энергетические, эмоционально мощные фестивали, торопления проходят в крупных городах, как правило. А маленькие города, даже не районные центры, есть же еще и поселки меньшего формата. Александр, я вижу, что вы уже готовы ответить на это. Практически остаются не охваченными вот тем культурным посылом, который вы, я надеюсь, 26-27-го сделаете. Предполагается ли, вот к организаторам техническим, музыкальным продюсерам, Дмитриеву, как к локомотиву всяких вещей, вопрос, предполагается ли какой-то формат донесения контента фестиваля до людей, которые живут в населенных пунктах. 300 семей, 1000 семей. Это, я не знаю, но вот видеореакция фестиваля, диски с музыкой, ну хоть какой-то формат того объединения рассматривался, возможность. Дмитрию Коварю тоже вопрос. Если такой формат будет рассмотрен, вы могли бы поддержать такой проект донесения до жителей маленьких населенных пунктов? Ну, смотрите, я быстро, если позволите, просто то, что сделано, а потом то, что может быть сделано. Хорошо, то, что сделано. Во-первых, итоговый тираж газеты, специального выпуска газеты «Форум» 40 тысяч экземпляров, потому что было 50, будет 40, потому что на оставшиеся небольшие от этого бюджета средства мы обеспечим дистрибуцию этой газеты. И постараемся сделать это максимально так, чтобы это поработало только по центральным районам Харькова, по крайней мере. Раз. Второе. Мы работаем сейчас активно, хаки прежде всего, над организацией съемки качественной и трансляции качественной картинки в интернет на civilforum.com, на накипело.tv. Мы решим, где, но будет 90%, наверное, да, Наташа, что будет обеспечена качественная картинка, которая позволит в интернете. География у этой картинки будет зависеть от интернета. Мы постараемся сделать так, чтобы эту картинку разобрали все, кто захотят. Да. Теперь, сейчас, сейчас, я закончу, я закончу. Дим, Дим. Вопрос меня не так интересует. Населенные в Донецкой, Луганской области, Луганской области, Запорожской, Днепропетровской. Меня интересуют. Города Сумской области, Житомирской, Черкащина. Понятно. Значит, еще. Мы обратились к информагентствам и к телевизионным компаниям общенациональным. И все свои возможности, волонтерские в том числе. Я, например, состою в группе 21 ноября. Есть такая группа. Там много влиятельных, активных людей. Там, например, генпродюсер телеканала «Один плюс один». Я не знаю, сделают они что-то или нет. Но, по крайней мере, мы делаем все возможное для того, чтобы информировать об этом событии всю страну. Кроме того, ну, все зависит, давайте правде в глаза посмотрим. Если кто-то сейчас скажет, что Харьков, например, более культурный, чем Звановка, условно говоря, то я первый, кто брошу у этого человека камнем. Потому что это не так. Потому что, на самом деле, вот то самое небольшое комьюнити, которое там переписывается в интернете по деталям того, как называется та или иная группа, это, конечно, очень здорово. Но, на самом деле, Харьков давно никакой не культурный центр. Так же, как в Украине вообще нет ни одного культурного центра. В Харькове культура никого не волновала много лет. И никого, к сожалению, сильно не волнует. Ни из властей, ни из кого. Это та тема, о которой мы сегодня вечером будем говорить. Поэтому, в общем-то, я думаю, что если на площади в итоге нашей промо-компании с вашей журналистской помощью придет, например, 20 тысяч человек, то это будет большим достижением по распространению вообще тех идей, которые мы и хотим распространить. Если каждый из участников фестиваля увезет с собой положительные впечатления об этом, то инерция влияния этого события на общеукраинском уровне, она будет большой. Точно так же, как когда уезжали музыканты из 15 стран, принимавшие участие в фестивалях за джаз, то Харьков считался городом, в котором есть джаз, в течение еще примерно 5-7 лет. И инерция у таких событий, она всегда большая. Но насильно, так сказать, пытаться обучить электричеству, как, знаете, как в том анекдоте, когда Ленин говорит Крыжановскому, говорит, Глеб Максимилианович, обучите 10-12 человек электричеству. То есть насильственно распространять культуру так, как это делали в советские времена, там, открывая библиотеки. И до сих пор Минкульт тратит больше денег на поддержку деревенских библиотек, чем на проведение интернета, например. Ну, то есть, поэтому мы делаем все возможное. Мы рассчитываем на то, что наши партнеры по USAID, они, наверное, будут продолжать нам помогать. И еще один секрет сдам. Сам формат «Украина разом назлит», правильно Александр сказал, это музыкальный фестиваль сегодня. На самом деле это некий зонтичный бренд, если хотите, под которым можно продолжать заниматься культурными проектами, культурологическими, культуртрейгерством, заниматься в самых разных городах. И в этом была идея. Идея, конечно, сетевого развития этих идей. Александр, вы ответите? Немножко. Дмитрий Коваль, эксперт по развитию проекта. А как вас зовут? Дмитрий. Тоже Дмитрий, да, вас зовут? А, хорошо. Редкое имя у нас у всех. Ой, не говорите. Ну, на троистообразительном заказал. Ну, а я. Так сказали. Да. Ну, а я сейчас. Мне вот это надо. Вы знаете, допустим, по поводу «Малых городов», я уже как бы упомянул в начале своего выступления, что да, мы делаем сейчас небольшие шаги, начинаем работать в этом направлении, в направлении развития культурных проектов. Уже были некоторые сделаны такие идеи инициативы, как, например, с Краины в Украину, да, когда в 18 городах, небольших, в трех областях пытались как бы мастер-классы, но там тоже были культурные выступления, музыка, да. Цель такая, чтобы людям показать, что есть еще другая Украина. Вы говорите, например, о малых городах Полтавска, Житомирской, Волынской области. Хочу сразу сказать, что мы, как программа «Украинская инициатива по повышению гражданского доверия» работаем с проблемами. Для нас важно понять проблему. Возможно, где-то там, в Полтавской, Житомирской области, возможно, будут возникать проблемы, и, может быть, будем, мы же не говорим о конечности, да, может, будет обращено внимание на тех людей, может быть, на тех организаций, которые там работают. Но на сегодняшний день наша программа сконцентрирована и сфокусирована здесь. Почему? Потому что здесь есть проблемы, здесь есть передовая линия, здесь есть 120 километров, и начинается линия фронта, да, допустим. Ну, это очень легко понять, как бы, да. Ну, не от Харькова, начиная вот, это Харьковская область, и, например, есть проблемы с этими людьми, которые сюда приезжают. Они должны понять, что такое Украина. Украина не заканчивается на границе Снежного, Тореза и Донецка. Украина есть еще дальше. Понимаете, мы сталкиваемся сегодня с людьми, которые приехали в Харьков вообще первый раз в шеф-театр. Есть такие примеры, мы видим. Мы первый раз сталкиваемся с людьми, которые первый раз в шеф-театр. А это люди, которые живут в Украине, только на Донбассе, да. И они-то себя должны подвозить. Я же говорю, в Харькове таких примеров миллион примерно. Те, кто первый раз в театр, еще не пошел, а только собирается. Есть впервые, когда люди увидели кафе. Нет, вы будете смеяться, действительно, кафе не с пластикового стаканчика в киоске, а нормальное такое. Люди смеяться не будем, а уже велики практически все райцентры государства. Давайте с музыкальной точки зрения отвечу. Мы в подготовке к фестивалям, меня больше всего интересовало, разовые акции. Все хорошо, но собрали раз... Вам не слышно? Да, это... Разовые акции мало интересуют. Это такой момент... Сейчас жизнь очень быстрая стала, интернет и так далее. И время начинаешь ценить по-другому. Мы с Вячеславом обсуждали, что почему-то в фестивале... Когда он пройдет в Харькове успешно, дай бог, я в этом уверен, мы обсуждали, что какое-то ядро... Ну, люди, которые знакомы с музыкальной культурой, должен быть какой-то хедлайнер и так далее, она просто собирается. Какое-то будет сформировано какое-то ядро, и будут подтягиваться местные группы, если мы приедем в Сумскую область, даже выступая не в Ахтырке, а в самых Сумах. Потому что есть нюансы площади, сбора людей, аппарата и так далее. Понимаете, можно... Мы же не на день молодежи на грузовике приехали, там расставились. Давайте делать что-то профессиональное. Хотелось бы этого. Это непросто. Вот сейчас такое время, что... Сейчас все сцены будут разобраны на выборы, да? Ну, мы же реальные люди. Хотелось бы, чтобы этот фестиваль имел продолжение. Имел продолжение и в тех городах, и в маленьких, и там, где вы говорите. Не забывая и о Славянске, и о Бартемовске в том числе, потому что это есть зона наибольшей ответственности сейчас у страны. И они едут сюда, там же воюют не только с Донецкой области, а в основном со всей Украины. Посмотрите, кто погиб. Вся Украина. Поэтому фестиваль будет иметь развитие, я надеюсь. Давайте начнем. Ну, потом люди, с которыми я сотрудничаю, они тоже будут смотреть, как мы это делаем. Давайте начнем, пойду. И Харьков, да, естественно, Харьков будет являться, так получилось, что в музыкальной культуре, в той, в которой я жил, в живой музыке. Харьков являлся, даже не Киев и не Львов, а Харьков являлся многоплановым по музыке. И костяк мощный, молодежь мощная. Да, будет здесь мотор, который будет это двигать. А куда мы поедем, дай бог, я готов проехать по всей Украине и маленькие города с удовольствием посещу. Ну и кроме того, надо еще понимать, что мы даем старт проекту, который может послужить основой для каких-то локальных проектов. В том же Славянске, например. У нас начиналась там сеть тех же инфоцентров, например. Это же тоже демонстрация того, как одна и та же идея работает уже, слава богу, там в семи, да, Наташа? В семи, ну в пяти точно работает, да, в городах. Точно так же, если кому-то, например, там в нашим друзьям в том же Краматорске, которых у нас много, или в Славянске придет в голову организовать что-то культурное, культуртрегерство какое-то под вот этим брендом, так это бренд на самом деле, наша задача сделать из этого бренд, который можно пользоваться бесплатно, да, мы не продаем возможность пользоваться какими-то, мы готовы помогать там и техникой, и связями, и возможностями, и контактами, и всем чем угодно. Но мы никогда не сделаем за людей их жизнь лучше. Вот это, я считаю, ключевой момент. То есть, если мы будем опять продолжать рассматривать все наши проекты, как давайте-ка поедем и обучим кого-то хорошей жизни, мы обречены на провал. Мы должны показать, как могут просто люди собраться и сделать это. А там пусть найдутся те, кому это нужно. Если они там найдутся, значит там это произойдет. Если это никому там не нужно, мы не сделаем для них это. Говорите о том, что засилие шансона, засилие российского полукриминального музыкального контента, а, скажем, взять контент фестиваля и привезти туда людям на место, где они могут это послушать. Вот о чем я хотел послушать. Я понимаю, нету контента. Но это и есть главная идея. Мы готовы, мы готовы, да. Только не мы привезти, как концертное агентство, а кто-то на месте должен сказать, мы хотим, чтобы это было у нас теперь. Помогите нам, и мы поможем, все, вопросов нет. Я, например, очень просто отношусь. Мне пофиг вообще, кто там кому чего призывает на просторах интернета. Абсолютно. Вот и все. Мы живем в офлайне. Нет, те, кто не хочет идти, пусть не идут. Пусть не идут, да. Нет, это не... Нам больше достанется. Всегда есть люди, которые во всем видят заговор. Они были, есть и будут всегда. И мы же понимаем, что это те люди, которые... Ну, не просто так говорят. Всегда есть люди, которые скажут, что раз у вас желто-голубые цвета, то, значит, вы там за кого-то, за эту партию, а не за эту. За того или еще за кого-то. Украинские цвета, мы за Украину. В чем проблема? По-моему, все главные... Нет, если еще есть вопросы... Нет, еще буквально по вопросу, да? Да. По вопросу, я правильно вас услышала, что вы говорите, что Марьков не является культурным центром таким. Да нет. Потому что... Это он погорячился. Можно культурным центром тогда, Маша, Маша... Почему ты говоришь? Не только музыка и все исчерпывается. Просто в мае прошел совершенно мощный здесь фестиваль, четвертый блок, международный, там, тренингал. Здесь были все мировые звезды. Они все ходили в отведении. Они говорят, мы никогда не видели. Это была куча площадок. Это был сумасшедший уровень работы. И ноль. И тишина. Люди не знали. Люди не порваются, но они не знали. И вот тогда нам сказал один из главных, он сказал, что у вас будет так-то все хорошо, когда у вас этим будет заниматься на уровне государства, на уровне власти городской, областной. Это ли вы тоже имеете в виду, что должны на эти финансы идти от... А за что они деньги получают? Те, кто сейчас занимается этим, культурой. Они просто поразиты. А как они должны заняться? Что для этого нужно сделать? Давайте, стоп, стоп. Давайте, круглый стол вечером у нас в 18.00. Очень коротко ответить можно так. На самом деле проблема, есть культура созидающая среда, а есть культура потребляющая. С культура созидающей средой в Харькове все вот так, все классно. С культура потребляющей средой все плохо. Потому что на самом деле, и это надо понимать тоже, в бедной стране, в бедной стране всегда культура не будет на первом месте. Но это не значит, что в этой бедной стране не надо тратить деньги на культуру, а надо их тратить только на еду, на гречку и еще на что-нибудь. Надо тратить на культуру деньги. Государство должно начать, должно наконец-то понять, что страна, в которой культуре не уделяется внимания и которая не поддерживается государством де-факто. Никогда не хватит никаких денег накормить народ гречкой. Вот и все. Все равно не хватит. И к прекрасному украинцы будут стремиться всегда. И для этого, к сожалению, будут уезжать из этой страны. У нас два позиции будет. Зато уже не сейчас, не сейчас, не сейчас. И вы там, а там, сколько уже было, видимо, скоро шпилек и... Знаете, в 2000... Один короткий пример, просто чтобы затравку на вечер. В 2008 году, после фестиваля за джаз, который был самым громким культурным событием, реально музыкальным, ну нас с Николаем Осиповым, художественным руководителем новой сцены и председателем благотворительного фонда Харьковский театральный центр, позвал министра культуры и сказал, у вас так круто, а у меня, говорит, 27 регионов, 27 бюджетных статей, и нигде ни хрена не получается толкового. Давайте мы вам дадим денег. И мы сказали, опа, давайте, и мы сделаем вам джазовый сезон на всю страну. Я даже тогда договорился практически со всеми, кто делал фестивали джазовые, да? Денег нам только никто не дал. Мы писали письма полгода какие-то, какие-то с нас требовали бумаги, еще чего-то. То есть, на самом деле, министр был классный парень, но ничего сделать он или не хотел, или не мог, или еще чего-то. То есть, эта система просто не работает. У кого-то сама быть покорючил. Может. Не работает эта система, а надо, чтобы она работала. Сверху она работать никогда не начнет, только снизу. Можно выяснить, проведение последнего вопроса у меня цифровали? Я прошу прощения по поводу государства и культуры. Государство, вообще, это синоним плохо. Это у нас. Это везде. Это везде, на самом деле. В любом государстве никуда не было. В Германии, вы что там, государственная программа? Давайте, простите, на объекты еще, или это был уточняющий. Да. Алена, последний вопрос по составу группы. Кто решался в состав группы? Почему там нет? Тут же Бабкин, тут же там Вася, там папа Карла, тут же Борис, Пастияна. Почему же не плохие? А чего их нет? Можно? Можно. Вот вы извините. Я вам расскажу. Жека Кошмар. Вы понимаете, что меня с ним больше связывают, наверное, чем вас. По поводу Сергея Жадана, я понятия не имел об этой группе, я услышал, это решение не политическое, я понятия не имел об его участии в политической жизни вообще. Понимаете, я был на презентации группы «Казапсисты» в Киеве, перед которыми они играли. Я потом только узнал, что это Харьковская группа. Вот решение этой группы. Надо показать молодые коллективы, и я не буду скрывать, там будет группа Шана, которой я занимаюсь. Когда мы не ставили тех, кем занимаемся. Саша, вы решили, да, вы создавали? Вы решили? Да. Вот. Но может быть, вы не так давно приехали в Киеве, но еще не всех знают? Ну, Кошмар знают. Нет, ну так будет, Борис. Нет, я не знаю, может, Борис Себастьянов, кто-то. И Карла знает. Нет, может, я в лицо увижу, узнаю. Кто его не знает? Я же говорю, у меня есть надежда, что фестиваль будет в следующем году, мне в следующем году нужны будут хедлайнеры, и Жека Хошмар совершенно спокойно с Куку может это место занять. Понимаете, как музыканты, которые есть, мы соберемся, послушаем. Мы вот так за два месяца его склепали. Так фестивали не делаются. Год делаются в фестивале, какой-то подход. Но сейчас время быстрое, собралась команда, которая дала эти возможности. У какие графики? Гонорар Бабкина? Нет, секундочку. При всем уважении. Есть система гонораров, есть выступления недавно группы «Пятница» в Дворце спорта. Мне не надо группа, которая только что собрала Дворец спорта. Она неинтересна. Ну, по музыкальному конструктуру. Давайте соберемся. У нас есть возможности раздвинуть, подвинуть и так далее. Я приехал, вот со звона, кого увидел, с Жаданом договаривались. Я вообще договаривался с его продюсером, из Черновцов оказывается у него продюсер. Представляете? Что же так? Да. Вот мы с ним договаривались. Я даже не знал, что это харьковчане. Мы с ним привет-привет. Он говорит, я выпускаю его книжки и так далее. Он издатель. Он делает фестиваль там. Поймите, если какие-то... Более того... Я открыт? Пожалуйста. Давайте проведем. Еще два слова по поводу... То есть всегда на фестивале, всегда масса желающих выступить на серьезном фестивале. Надо это понимать. Поэтому у нас что греха таить, давайте правде в глаза посмотрим. Перед нами стояла задача не просто собрать географически музыкантов, да? Это было важно. А нам важно было собрать музыкантов уровня достойного того, чтобы это был фестиваль, а не просто выступление на площади. Это цинично так. Есть всегда группы, которые считают, что они достойны выступать на фестивале. Их всегда много. Я вам скажу, что у нас только за последнюю неделю у нас больше 20 заявок, когда появилась информация. 20 заявок сейчас только... Причем в том числе из Луганска опять там, ну, они сейчас там в Киеве в основном, там и харьковские группы, и киевские группы, и разные. Одна из задач... Возможно, у нас будут сюрпризы на фестивале? Возможно, да. Потому что мы сейчас говорим об этом. Одна из задач – это выпустить аматоров на сцену и показать возможности как бы определенной части аматоров. И эту задачу мы тоже будем решать как-то. Будут общие номера у музыкантов. Но задача стояла, во-первых, показать географию, во-вторых, все-таки, чтобы это было разнопланово и очень качественно. Поэтому для расширения кругозора всегда есть масса возможностей. Клубные форматы, как всегда это было, разные форматы. Мы за то, чтобы в это движение включались продюсеры клубов, арт-менеджеры, директора групп, спонсоры. Потому что на самом деле никто не говорит о том, что в следующем году, например, этот фестиваль не может пройти с участием коммерческих спонсоров. Только эти коммерческие спонсоры должны понимать, что они участвуют в некоммерческом мероприятии. Вот и все. Я прошу прощения. Субтитры создавал DimaTorzok